Россия идёт судьба та же, что и всех прочих народов! Там детали-то у каждого будут отдельные, естественно, со спецификой народности, но та же! Какая? Какая? Если хотите, я сошусь вам на одну книгу нашего академика, академика Российской академии наук, замечательного учёного, это действительно настоящий, крупнейший учёный, фамилия его – Моисеев Никонор Николаевич, который записал книгу «Быть или не быть человечеству». Там он пишет о том страшном экологическом, прежде всего, кризисе, ну и все прочее, которое развивается с огромной силой и скоростью, о котором кричат учёные, на которых политики плюют. А учёные кричат, если нельзя остановиться, что вы делаете? Что вы делаете с промышленностью? Вы отравляете, убиваете! И этот Моисеев академик пишет, что это развитие кризиса экологического, оно может вдруг приобрести, вот сейчас ещё мы идём, ещё пока идёт, перейдёт черту, и тогда уже не в силах люди будут остановить, и человечество погибнет. И дальше? И дальше? Что говорит? И, возможно, что это произойдёт уже в середине XXI века. Вот ответ. Вам нравится? Нет, 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 два случая XXII века. Да? В середине XXI века. А теперь мы, знаете, мы буквально не знаем, что творится. Я помню, однажды пригласили на заседание в Академию наук, там был, и там, когда один за другим академики выступают, то, знаете, даже вот там, где у меня давно волос нет, там они встали дыбом. Что происходит с экологической ситуацией в современном мире? Причём не просто происходит, а с ускорением земля прямо уничтожается. И этим монстром является ничто иное, как научно-технический прогресс, который остановить сейчас не в силах никто. Вот ответ. С религиозной точки зрения я даже уже не хочу говорить. Об этом написано две тысячи лет тому назад. Писал апостол Пётр. Земля и все дела, которые на ней сгорят. Звучало смешно даже, как эта земля сгорит? Ну, слушайте, такую глупость только написать! И ещё верит какой-то апостол Пётр! Но теперь-то поверим? Теперь-то поверим или нет? Когда ещё только хотели бросить бомбу на Хиросиму и Нагасаки, вы знаете, чего боялись учёные-то? Знаете чего? Что такое цепная реакция? Что такое цепная реакция? То есть уже ядра не урана, а вот этой нашей Земли начнут распадаться так же, как уран, и наша Земля превратится в прекрасное солнышко! Кстати, бросили всё равно бомбы, ещё не зная, будет это или нет. Вот до какого варварства дойти, вы слышите? Не знали! Потом уже открыли, что это пока и пока нет. Но сам факт! Бросили, но развитие-то идёт? Или вы не верите, что оно идёт? И что всё более мощные средства появляются? И, наконец, может такое появиться, что сейчас ничего не стоит! Наша Земля засияет вторым солнцем в солнечной планете! Апокалипсис! Почитайте хотя бы 13 главу, 16 глава Апокалипсиса – это Откровение Иоанна Богослова. Вы начать читать и скажете – Господи, да это же сейчас всё как раз возможно! Как он мог написать это в первом столетии? Это что такое? Это удивительно! Вот вы говорите – не только Россия, оказывается, а весь земной шар. Вот, что ожидает! Продолжение следует...